За плечами четы Панкратовых брак длиной в половину века. Золотую свадьбу справили в сентябре прошлого года, а по этому случаю их чествовали в Самарском дворце бракосочетания. Юбиляры обновили свадебные клятвы, поделились историей своего знакомства и секретами семейного счастья. Познакомились мы на работе, ловим перерывы, нас друзья познакомили. Так с тех пор, вот за ручку и Это очень важно. Умудрились не надоесть друг к другу. В свободное время в стадион он играл футбол. Я увлекалась тоже и театром, и музыкой. У нас много есть совместных точек прикосновения. Первые два года отношения были на расстоянии. Станислав Александрович проходил службу на Дальнем Востоке, а Раиса Максимовна заканчивала учебу в Самарском университете. Их разделяло расстояние 8 тысяч километров, которое их только сблизило. Что удивительно, вот он такой человек, через каждые четыре дня я получала письмо. И я иногда удивлялась, ну как так можно? Четыре дня проходит письмо, два года, четыре дня опять письмо. И вот он этим мы держали друг друга. Следующим испытанием на прочность для семьи Панкратовых стали 10 лет совместной работы на Байконуре. Участвовали в космической программе, где проводили запуск ракеты «Энергия Буран». И хоть работали вместе, друг друга почти не видели. А дома даже поговорить было некогда. Работа была напряженнейшая. Каждый раз в месяц министр лично приел. Лично замминистра там сидел постоянно. Они через три месяца менялись. И гоняли они нас, как говорится, по полной программе. Круглосуточная работа шла. 50 лет совместной жизни подарили чете Панкратовых дочь Ирину и внучку Анастасию. Обе сейчас живут в Москве, но часто приезжают в Самару на праздники. День семьи, любви и верности не станет исключением. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.